Вы знаете, почему говорят, что здесь земля, избранная земля? Знаете, почему? Потому что здесь, сюда, на это место, пришел сначала пророк Моисей. Это необыкновенная личность. Вы даже себе представить не можете, что это за личность. Он жил в непосредственном контакте с Богом. Таких людей практически нет на земле. Можно только еще прибавить Мухаммеда, пророка и так далее. Понимаете, это очень редко. Это не то, что сейчас все говорят, я пророк, я пророк. Никаких практически нет. Как эта личность вообще может выглядеть? Эта личность является непобедимой. Она является абсолютно святой. Один взгляд такого человека дает полное счастье. Понимаете, один контакт с этим человеком просветляет и так далее. Понимаете? Но не только это. На этой земле также жил тот, кто является благодетелем для всего человечества, который грехи всего человечества взял на себя, который является самим Богом на самом деле. Это Иисус Христос. Понимаете? И Он тоже здесь жил. Когда великие личности живут где-то на какой-то земле, потом тот, кто помнит о них, он начинает контактировать со святой землей. Те, кто просто так здесь живут, они не контактируют со святой землей. Но те, кто контактировал, помнит о святых личностях, они, эти люди, начинают контактировать с настоящей святой землей, которая дает удачу в жизни. Она орошает силой человека. Счастьем, необыкновенным могуществом, победой. И даже если говорить астрологически, то на эту землю, где вы живете, влияют две самые важные планеты, это Юпитер и Меркурий. Они связаны с разумом и верой. Нет, не сильно, Раху и Кету не сильно. Юпитер и Меркурий основное влияние оказываются. Все, что вам кто-то сказал, забудьте. Я чувствую, какие планеты куда влияют. Вот каждый из вас, я могу сказать, какие планеты на вас влияют. Сходу также на эту землю влияют Юпитер и Меркурий, две самые главные планеты. Поэтому здесь люди очень эрудированные, они очень смышленые и верующие. Много верующих людей, раз, и люди очень быстро ориентируются в ситуации, они склонны к хорошему контакту, у них хорошая образованность. Это Меркурий так действует. Юпитер означает вера и целеустремленность куда-то. Поэтому эта земля благословенная, только для тех, кто хочет здесь заниматься духовной практикой. Все остальные, которые приехали сюда, счастливую жизнь себе устроить, будут мыкаться, мучиться и страдать здесь. Потому что это место предназначено только для самосовершенствования. Если человек здесь этим занимается, он становится здесь сразу же счастливым. Так действует Святая Земля. Любое желание улучшить свою жизнь, которая стоит выше, чем духовная жизнь, является оскорблением святого места. И человек такой, оскорбляющий святое место, будет здесь страдать больше даже, чем он страдает в других местах. Поэтому устремитесь к самосовершенствованию всем своим сердцем. Вы все здесь получите для своей счастливой жизни. Сто процентов, я вам говорю. Сто процентов. Учитесь прежде всего духовной жизни здесь, на этой земле. А все остальное приложится легко. Легко, поверьте. Продолжение следует...